Ну что ж, я надеюсь вы готовы к продолжению, мои дорогие друзья, с вами как всегда Дезертир, и мы продолжаем. Продолжаем ехать на Мака, и ехать относительно долго, карта длинная, но мы уже почти доехали. Нам не так далеко надо ехать на самом деле, но тем не менее. Как говорится, нашел на ровном пути кочку, как всегда. Вот-вот, это скорее всего не он. На самом деле не знаю, точнее я уже не помню. Точнее я помню, но в общем смотрите сами, все увидите. Так, нас выбрасывают на лифт, должны спуститься вниз. И собственно там нас... Как по вашему, что мы тут найдем? Если это было оставлено здесь для нас, вероятно это что-то полезное. Особо не надейся, мы можем рассчитывать только на себя. Не совсем так, есть кое-что интересное. Итак, Страж. Кто же это? Что же это? Смотрим. Вы не протеания, но и не машины. Эта вероятность также была предусмотрена среди прочих. Поэтому мы оставили предупреждение с помощью Маяковнику. Похоже это какая-то ВИ программа, причем сильно поврежденная. Я не ощущаю ни в одном из вас следов внушения. В отличие от тех, кто недавно проходил здесь. Возможно, надежда еще есть. Погодите минутку. Как получилось, что я вас понимаю. Почему вы говорите не на протеанском языке? Я отслеживал ваши переговоры с момента, как вы вошли в комплекс. Я перевел свою речь в понятный для вас формат. Я Страж. Здесь вы в безопасности. Пока. Но все может измениться. Скоро безопасности не будет нигде. Вы какая-то программа искусственного интеллекта? Я неорганическая аналитическая система, несущая слепок личности Ксада Ишана, главного смотрителя исследовательского комплекса на Иле. Зачем вы меня сюда привели? Вы должны нарушить цикл, продолжавшийся миллионы лет. Но чтобы его прервать, вы должны сначала понять его, или вы совершите те же ошибки, что и мы. Цитадель – сердце вашей цивилизации, столица вашего правительства. Тем же самым она была и для нас, и для всех, кто был до нас. Но Цитадель – это ловушка. Эта станция – огромный ретранслятор. Он ведет в темный космос, в пустую бездну за горизонтом галактики. Когда ретранслятор включится, оттуда выйдут пожинатели. Все, что вы знаете, будет уничтожено. Почему никто не замечает, что Цитадель – это отключенный ретранслятор? Пожинатели позаботились о том, чтобы скрыть главные секреты Цитадели. Для этого они создали органическую расу якобы мирных хранителей. Хранители поддерживают основные функции станции. Они позволяют всем расам, которые найдут Цитадель, пользоваться ею без полного понимания ее технологий. Все расы полагаются на хранителей, и это обеспечивает то, что они не могут раскрыть подлинную природу Цитадели. Пока ретранслятор не включается, и не приходят пожинательные. Как пожинатели выживают в темном космосе? У нас есть только теории. Здешние ученые пришли к выводу, что для сохранения энергии пожинатели входят в длительные фазы бездействия. Это позволяет им прожить тысячи и тысячи лет, пока не восстановится органическая цивилизация. Но в этом состоянии они уязвимы. Уходя за пределы галактики, они добиваются того, чтобы никто случайно не наткнулся на них. Их существование остается тайной, пока не включается ретранслятор Цитадели. Пожинатели смогут уничтожить Советы весь флот Цитадели одним неожиданным ударом. Такова была и наша судьба. Наши предводители погибли прежде, чем мы успели понять, что атакованы. Пожинатели захватили контроль над Цитаделью, а через нее и над всеми ретрансляторами. Связь и перевозки по всей нашей империи были нарушены. Каждая звездная система отрезана от остальных. Мы стали легкой добычей для флотов Пожинателей. Затем Пожинатели систематично истребили наш народ. Планету за планетой. Систему за системой. Они постепенно смели нашу цивилизацию. Война была проиграна. Если бы вы сдались, они могли бы сохранить вам жизнь. Нам не предлагали сдаться. Наш враг имел лишь одну цель. Уничтожение всей развитой органической жизни. Заняв Цитадель, Пожинатели получили все наши записи, карты, данные, переписи. Информация – это сила. А они знали о нас все. Их флоты прошли по всем обитаемым районам галактики. Часть планет была целиком уничтожена. Другие они захватили и обратили население в рабство. Эти рабы, находившиеся под внушением, стали тайными агентами Пожинателей. Другие протеане принимали их как беженцев, а те предавали их машинам. За несколько столетий Пожинатели убили или поработили всех протеан галактики. Они были жестоки, безжалостны и неумолимы. Я не понимаю, куда же делись Пожинатели после того, как завоевали ваш народ? Наши планеты стали голыми. Рабы, подвергшиеся внушению, опустошили их. Они забрали все ценное, все ресурсы, все технологии. Удостоверившись в том, что развитой органической жизни больше нет, Пожинатели удалились через цитадель назад в темный космос и закрыли за собой дверь. Были уничтожены все свидетельства вторжения. Остались лишь брошенные ими рабы. Хаски – безмозглые пустые оболочки, неспособные к самостоятельному мышлению. Вскоре они вымерли. Геноцид протеан завершился. Что с этого имеют Пожинатели? Почему они вновь и вновь повторяют Геноцид? Пожинатели – чужой и непостижимый народ. Возможно, им нужны рабы или ресурсы. Но, скорее всего, ими движут мотивы и логика, которые не поймет ни одно органическое существо. В конце концов, важно ли это? Чтобы выжить, вам надо остановить их, а не понять их. Вы сказали, что привели меня сюда с какой-то целью. Скажите, что я должна сделать? Канал – это ключ. Накануне нападения Пожинателей, мы, протеане, были на грани того, чтобы раскрыть тайну технологии ретрансляторов. Ил был сверхсекретной базой. Здесь наши ученые пытались воссоздать ретранслятор в миниатюре. Он был напрямую связан с Цитаделью, узлом сети ретрансляторов. Канал – это не оружие. Это потайной ход на Цитадель. Как вам удалось остаться ненайденными? Официальные данные о нашем проекте были уничтожены в начале нападения на Цитадель. Протеанская империя рухнула, но Ил уцелел. Мы прерывали все сообщения с внешним миром и погрузились во мрак. Персонал ушел под землю в эти архивы. В целях экономии ресурсов все погрузились в анабиоз. Меня оставили следить за происходящим и пробудить сотрудников, когда опасность пройдет. Но уничтожение целого вида – это длительный процесс. Шли годы, десятки лет, сотни. Пожинатели не уходили, а мои запасы энергии убывали. Надо было сражаться. Нас было несколько сотен против галактического флота вторжения. Единственная надежда была на то, что нас не обнаружили. Я стал отключать жизнеобеспечение тех, без кого можно было обойтись. Начиная с младшего персонала одного за другим. Это позволило сэкономить энергию. В конце концов, остались лишь анабиозные камеры главных ученых. Даже им уже грозила опасность, когда пожинатели наконец ушли через ретранслятор цитадели. Там были сотни анабиозных камер. Вы просто их все отключили? Вы убили их? Вы были запрограммированы защищать их, а не убивать. Такой исход тоже предусматривался. Мои действия – результат условий, заложенных в программу при моем создании. Спорим, тем, без кого можно обойтись. Об этих условиях не сказали. Я спасал ключевой персонал. Когда пожинатели ушли, главные ученые были еще живы. Мои действия – единственная причина, по которой сохранялась какая-либо надежда. Когда ученые пробудились, они поняли, что протеанская раса обречена. Нас осталось всего несколько десятков. Слишком мало, чтобы поддержать жизнеспособную популяцию. Но они поклялись найти способ не дать пожинателям вернуться. Навсегда прервать цикл. Им было известно о роли хранителей. Я так и не могу понять, что здесь происходит. Почему Саран пытается найти канал? Канал даст ему доступ к цитадели и хранителям. Хранителями управляет цитадель. Каждый раз перед вторжением через станцию проходит сигнал, который заставляет хранителей включить ретранслятор. После долгих лет напряженных исследований, ученые нашли способ изменить этот сигнал. С помощью канала они получили доступ к цитадели и произвели необходимые модификации. На этот раз, когда властелин послал сигнал на цитадель, хранители проигнорировали его. Пожинатели заперты в темном космосе. У Сарана должен быть какой-то план, чтобы исправить все, что вы сделали. Тот, кого вы называете Сараном, использует канал, чтобы обойти систему защиты цитадели. Оказавшись внутри, он передаст управление станцией властелину. Властелин отключит системы цитадели и вручную включит ретранслятор. Цикл уничтожения начнется вновь. Есть какой-то способ их остановить? В моей консоли есть файл с данным. Возьмите с собой его копию. Когда доберетесь до главного пульта цитадели, загрузите файл туда. Он нарушит протоколы безопасности цитадели и временно даст вам контроль над станцией. У вас может появиться шанс против властелина. Погодите, где находится главный пульт цитадели? В первый раз о нем слышу. Воспользуйтесь каналом. Следуйте за Сараном. Он приведет вас к пульту. Если пожинатели, заперты в темном космосе, как властелин оказался здесь? Можно предположить, что после каждого сбора урожая, пожинатели оставляют кого-то из своих в качестве агента, чтобы тот подготовил их неизбежное возвращение. Как и те, что ушли в темный космос, властелин, вероятно, провел последние 50 тысяч лет в состоянии спячки. Время от времени он мог просыпаться, чтобы анализировать ситуацию. Не показываясь никому на глаза, он оценивал состояние галактической цивилизации. А когда пришло время, подал сигнал цитадели, чтобы вызвать очередное вторжение. Но на этот раз сигнал не сработал. Хранители не отозвались на него. Союзники властелина остались запертыми в пустоте. Он оказался один и стал пытаться понять, что пошло не так. Властелин – самый большой корабль в галактике. Зачем все эти секреты? Почему нельзя просто атаковать цитадель? Властелину язвим. Раскрыть свою природу значит для него объединить против себя все органические расы. Даже Пожинатель не выстоит при таком соотношении сил. Но Пожинатели терпеливы. Они не бросаются навстречу неизвестным. Властелин мог строить свои планы сотни лет, осторожно собирая себе союзников. Действуя через своих агентов, чтобы о нем не узнали, он постепенно собирал фрагменты мозаики. Сарен – самая очевидная пешка Пожинателей, но вряд ли первая. Теперь же Властелин осмелел. Не знаю, от самоуверенности или от отчаяния. Но он решил открыть портал в темный космос. А что насчет маяка на Айден Прайм? И того другого на Авермайре? Зачем они нужны? В эпоху нашего расцвета маяки охватывали все пространство нашей империи. Они составляли единую общегалактическую сеть для быстрой передачи данных с планеты на планету. Во время вторжения практически все маяки были уничтожены. Но как только Пожинатели ушли, те, кто выжил на Иле, решили рискнуть и отправить сообщение. Мы знали, что скорее всего больше никого не осталось. Но если вдруг был кто-то еще, мы хотели сообщить им о были. Дать им надежды. Поэтому по сети было отправлено сообщение. А вас смогли узнать Пожинатели? Вообще-то мы сомневались, что хоть один маяк еще действует. Но попробовать было нужно. Если были еще выжившие, мы должны были с ними связаться. Сообщение предназначалось для представителей нашего народа. Его код могло понять только органическое существо. Мы все еще не понимали силу внушения. Нам было невдомек, что сообщение может привести на эту планету агента машин, такого как Саран. Но также оно привело сюда и вас. Так что, возможно, мы все же не ошиблись. Значит, когда Пожинатели создали Цитадель, вместе с нею они создали и Хранителей? Предположительно, Хранители – это одна из порабощенных в глубокой древности цивилизаций. Возможно, первая из них. Возможно, они хорошо поддавались внушению, или просто Пожинатели вывели эту послушную расу. Как бы то ни было, их оставили следить за Цитаделью. Но теперь Хранители уже не находятся под прямым контролем Властелина. Они эволюционировали так, что откликаются лишь на сигналы, издаваемые самой Цитаделью. Когда протеане изменили сигналы Цитадели, им удалось освободить Хранителей от власти Пожинателей. Они стали совершенно безвредны. Властелин должно быть понял, что органическими расами слишком сложно управлять. Это правдоподобная гипотеза. Хранители эволюционировали в неожиданном направлении. Неорганические слуги, такие как Гетты, более предсказуемы. Что стало с выжившими протеанскими учеными? С помощью Канала они получили доступ к Цитадели. Но Канал – это всего лишь прототип. Портал работает только в одном направлении, так что они оказались заперты на станции. Я не знаю, что с ними стало потом. Вряд ли они нашли на станции воду или пищу. Боюсь, что они умерли страшной и медленной смертью. Мне лишь известно, что им удалось заблокировать ретрансляторы. Ваше присутствие здесь означает, что их жертва была не напрасна. У Сарены и так уже большая фора. Забираем файл и уходим. Тот, кого вы называете Сареном, еще не добрался до канала. Еще есть надежда, если вы поторопитесь. А я бы еще потрандел минут так и так двадцать. Ну да ладно, побежали уж, раз нам не дают пройти. Ой, бежим, 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 бежим. Бежим, другие друзья. На лифтике поднимаемся вверх, радуемся жизни. Ну и как видите, это не Саран. Многие расы считают Партаан идеальной цивилизацией. Но пожинатели обманули их так же, как и нас. Они потерпели неудачу. Пойдемте дальше. Я не хочу последовать за ними. Как будто кто-то хочет, дорогой мой друг. Как будто кто-то хочет. Сохраняемся и поехали дальше. Итак, в каждой вот этой капсуле был кто-то живой. Был кто-то живой, теперь там никого нету. Сволочи, всех перебивали. Обидно. По-моему, у нас что-то летит. Чуть-чуть. Летело. Так, а ну-ка, на-ка. Дай-ка прогуляюсь вот сюда вот. Ездишь? Нет, сюда нельзя прогуляться. Я понял. Все, молчу, тихо. Все, хватит, хватит. Тихо. Короче, нам нужно вот сюда добраться. Давайте не терять времени. Поедем аккуратненько. Пешком там будет... Раза 200 дольше. Боже мой. Там больше ничего нету. Это какие-то каналы. Мы ищем в каналах канал. Что относительно логично. Так, я вижу, что там где-то то ли пушка, то ли робот. Но... Здесь сложно определить, что там и где. Скорее всего, за поворотом. То есть, как бы вот там. Так. Так. Перезаряжаемся. Если бы мы не устранили опасность ранее, у нас были бы некоторые проблемы. Сейчас у нас особых проблем нет. Потому что танки в большинстве своем отключены. Танков нету. Все хорошо. И, кстати, еще одна фишка, которую можно делать, это уничтожать всю эту гадость при помощи винтовок. И довольно хорошо она, по-моему, уничтожается. Насколько мне извиняет память. По крайней мере, с помощью снайперских винтовок. Нет, можно было бы, конечно, это сделать с помощью нашего мака, как обычно. Просто показал еще один вариант. То есть, вы добиваете броню и начинаете просто фигарить по колоссику, который в вас элементарно не попадает. Он ничего с вами сделать не может. И просто вы его выбиваете к фигам и все. Ладненько. Что я, собственно, хочу сделать? Давайте доедем уже до нужного места. И завершим, наконец-то, главу прохождения Mass Effect 1. В общем, я надеюсь, что вам все то, что вы видели, так сказать, понравилось. Что вы насладились этим прохождением, я надеюсь, в большинстве своем. Ну вот, иначе зачем бы вы его, конечно же, смотрели. Вообще, серию надо назвать Тайна Протеан. Скорее всего, это будет, на самом деле, не последняя серия. Серия, опять-таки, как бы не было... Как бы не было интересно, но да, это будет опять не последняя серия, скорее всего. Потому что, потому что мы пилоты. А на самом деле, шутка юмора-то в том, что... Долго-долго все происходит. Очень... Очень много разных фишечек вплетено. Очень долгий диалог был с Протеанином. Поэтому... Поэтому вот так вот. Интересно, кстати, есть ли еще живые Протеани. Вот он, канал, невероятно! Некогда прохлаждаться. Надо лезть в ретранслятор, а геты не расстелят нам ковровую дорожку. Редактор субтитров А.Семкин Включить защиту! Закрыть станцию! Лучи не двигаются! Системы не отвечают! Покинуть цитадель! Эвакуировать совет! Цитадель главная! Цитадель главная, как слышите! Ну, вы поняли, да? Итак, у нас есть буквально чуть-чуть времени. Сохранение, естественно, не удалось. Поэтому мы выйдем вот так вот. И на этом я завершу эту серию. Собственно, следующая серия будет конечной. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, я дезертиру. Я надеюсь, вам понравилось эта серия. Следите за продолжением. Оно будет уже сегодня. Пока-пока! Пока!